Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами я, Сергей Жардецкий. И сегодня мы с вами поговорим о такой проблеме, как использование метаризиума на наших приусадебных участках. Я надеюсь, досмотрев этот ролик до конца, мы с вами ответим на наиболее часто задаваемые вопросы в комментариях. Итак, поехали. Первое. Наиболее часто в комментариях я вижу вопросы, касаемые самостоятельного культивирования метаризиума у себя дома. И на этот вопрос еще в 19 веке ответил один из микологов, занимающихся метаризиумом. Он открыл тот факт, что если мы высокопатогенный для насекомых штамм метаризиума культивируем однократно на органических остатках, что значит однократно? То есть мы взяли споры высокопатогенного для насекомых гриба метаризиум, поместили эти споры на органические остатки, дали им прорасти, развился мицелий, из него получились новые споры. И вот эти новые споры теряли вирулентность. Частично, какие-то штаммы чуть больше, некоторые полностью, но обязательно происходило понижение вирулентности в отношении насекомых. Объяснить этот факт, кроме как высокоразвитым, скажем так, состоянием грибов, ну, наверное, нельзя. Объясняется это следующим образом, то, что гриб просто-напросто переходит на тот субстрат, считает его преимущественным, которым мы ему подсовываем. Поэтому, если мы берем метаризиум из коммерческого препарата и пытаемся вырастить его на, скажем так, трубях, на зерне, на сусле пивном, да на чем угодно, мы встречаемся с двумя проблемами. Либо этот метаризиум не растет, вот вы брали коммерческий препарат, поместили его на зерно, нет роста. И все. Единственный вывод, который сквозит во всех комментариях, коммерческий препарат не содержит спор, не работают гифы, гриба там нет, все. У некоторых гриб растет, прорастает, они его используют, результата мало, опять проблема. И ответ на этот вопрос очень прост. Если коммерческий препарат, в принципе, был очень удачным, то, скорее всего, эти гифы, гриба, споры, высокопатогенного для насекомых штамма, выращивали на субстрате, который содержал частички насекомых. Как правило, если это не сами насекомые, то это хитин добавляется в субстрат. То есть это вещество, которое уходит в состав, скажем так, поверхности, покрытия насекомых, вот эта самая твердая часть. Да простят меня, наверное, зоологи, пытаюсь объяснять все попроще. Так вот, коммерческий препарат, который в производстве использует вот эти дорогие субстраты, а он, естественно, дороже, чем отруби, этот препарат будет и стоить дороже. И, соответственно, гриб, который привык к вот этому содержимому хитина, он не очень будет приживаться у нас на даже пропаренных трубях, и на, соответственно, на зерне. Если же вы взяли некий препарат, и он отлично растет на зерне, то, возможно, его и растили на органических отходах обычных, и, возможно, он и не особо будет показывать результат. Но, опять же, это абсолютно неоднозначно. С другой стороны, если же вы хотите самостоятельно сделать по-настоящему действующий препарат метаризиума, я советую единственно, на мой взгляд, правильный вариант, это использовать вначале коммерческий препарат метаризиума для внесения его в компостную яму, затем, по мере использования вашего приусадебного участка, брать насекомых, которые вы собираете, будь то колорадский жук, хрущ, проволочник, уничтожайте их, вот эту уничтоженную массу насекомых, постепенно, по чуть-чуть, или одновременно, если вы собрали со всей своей плантации картофеля колорадского жука, все это вносите прямо туда, в компостную яму. То есть, чем больше насекомых. А если вы там раков поели, можно их отходы, которые у вас остались, тоже туда бухнуть. Кстати, хитин, это основное содержимое панциря ракообразных. И вот только в этом случае вы будете поддерживать метаризиум вот в этой компостной яме, в таком активном, активно настроенном против насекомых виде. И затем на следующий год хороший компост вы будете вносить в почву или же по осени запахивать. В этом компосте будут содержаться именно высокопатогенные уже варианты штамма метаризиума. Он будет контактировать с нашими личинками, которые, если у вас они есть на приусадебном участке, заражать их и таким образом самостоятельно вы сможете использовать гриб метаризиум. Второй вопрос, который зачастую можно увидеть в комментариях, это вопрос эффективности использования метаризиума. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобрать сам процесс поражения метаризиумом насекомого. Для того, чтобы этот процесс протекал наиболее эффективно, нужно, чтобы эффективно происходило несколько действий. Самое главное, чтобы в почву, первое, попали жизнеспособные споры или гифы гриба. Для этого препарат не должен быть старым. Он должен содержать жизнеспособные споры. К сожалению, вы это не проверите, но обратите внимание на дату, это вполне реально. Вносить необходимо не на голую, не на поверхность почвы, чтобы не подвергать солнечным лучам споры, потому что они погибают буквально за несколько часов, а гифы живые за несколько минут под действием ультрафиолета, если это будет солнечный день. Вносить нужно либо вечером, и сразу же запахивать, либо же сразу же устилать мульчой, если вы вносите метаризиум непосредственно в прикорневую зону кустарников, или же теплые грядки, да везде, в теплице. Сразу же блокировать поступление ультрафиолета непосредственно на то, что вы внесли на препарат метаризиума. Следующий этап, который должен протекать эффективно. Гифы и споры должны встретить непосредственно ту цель, которую нужно атаковать, то есть насекомые. Для этого наиболее удачные препараты должны содержать не голые споры высушенные, а какой-либо прилипатель. Наиболее удачные препараты содержат споры и гифы гриба в альгинатных капсулах, которые, во-первых, продлевают самостоятельное существование гриба в почве и гиф, и способствуют более тесному контакту и прилипанию к поверхности тела насекомого. Итак, если же у нас уже спора гифа оказалась на кутикуле насекомого, то при благоприятных дальнейших факторах это споры и гифа прорастут. Благоприятные факторы – это температура и влага, как всегда. Естественно, насекомое, и это важно, не должно быть активно ползающим. То есть это, как правило, находящиеся в почве личинки. И в данном случае довольно эффективно вносить метаризиум по осени, тогда, когда личинки уже не активно двигаются, а находятся или уже впадают в состояние, что называется, спячки. Да простят меня зоологи. Теперь, если спора зафиксировалась на кутикуле насекомого, личинки, возьмем, не знаю, хруща, как пример, при благоприятных условиях спора прорастает. Для того, чтобы заразилась насекомая, толщина кутикулы должна быть не очень толстой. И вот здесь как раз и проявляется патогенность непосредственно метаризиума. Чем более патогенен он по отношению к насекомому, тем более толстый слой кутикулы гифа может пробить и, соответственно, поразить насекомого. Гифа прорастает внутрь насекомого, начинает отпочковывать свои кусочки в полость тела насекомого и выделяет токсины. Вот два варианта, как происходит воздействие на насекомого. Части, которые отпочковываются от гифы, могут блокировать ток гемолимфы, соответственно, этим самым можно уже убить насекомого. И токсины, которые широчайшим образом воздействуют на организм насекомого. Причем эта область абсолютно и полностью не изучена. Открыто несколько десятков видов токсинов, которые воздействуют на насекомое. А изучить воздействие даже одного токсина на организм насекомого может занять у ученого всю жизнь. Соответственно, вы можете понимать, что знания, которые сейчас присутствуют в этой области, они довольно-таки еще поверхностные. Но, как говорится, факт один, что эти токсины очень эффективно убивают насекомое. Итак, насекомое поражено, у насекомого перестают нормально идти все обменные процессы, оно погибает. Только после этого уже гифы прорастают непосредственно внутри тела, полностью захватывая все свободное пространство, атакуя постепенно от органа к органу. И уже затем, если мы даже эту личиночку достанем на поверхность, поместим в какое-то влажное пространство, только после этого гифы уже прорастут непосредственно наружу. И мы увидим вот эту картинку, которая в интернете показывается. Очень часто это личиночка, покрытая таким пушистым слоем мицелия гриба. Понимаете, сколько теперь должно произойти различных процессов, чтобы в итоге мы получили результат у себя на приусадебном участке. И именно поэтому, для того, чтобы эффективность метаризиума была повышена, мы должны использовать совместно с ним, как правило, некоторые инсектицидные препараты, которые обычно вносятся в сублетальных дозах. Это значит дозы, которые сами по себе не убивают насекомого, они его немножко обездвиживают и позволяют непосредственно убить уже или поразить метаризиуму данное насекомое. Для чего это я вам все рассказываю? Для того, чтобы вы к каждому процессу использования вот этих абсолютно всех грибных препаратов подходили с умом. Потому что если вы понимаете суть процесса, то и вопросов становится гораздо меньше. Я надеюсь, что данное видео все-таки поможет вам для целенаправленного, разумного использования препаратов, особенно метаризиума. И это видео было для вас полезным. На этом я с вами прощаюсь. Удачи!